В воскресенье в Кировске состояла прекрасная погода. Дорожно-коммунальные службы боролись с последствиями субботнего снегопада. Много работы было и на открытом катке в спортивно-оздоровительном комплексе «Горняк». Сегодня работают четыре мастера по заливке льда. 16 января свой профессиональный праздник, день ледовара, они отметили на рабочем посту. 16 января родился инженер Фрэнк Замбони. Это первый в мире человек, который научился обрабатывать лед. Он же изобрел машину, которая обрабатывает поверхность льда на катках. В дальнейшем в день его рождения стали праздновать день ледовара. Именно ледовары отвечают за качество льда. Их задача – сделать так, чтобы скользить по нему было одно удовольствие. На открытом катке заливку они произвели один раз в самом начале, ждали сильных морозов и две недели круглосуточно готовили ледовое покрытие. Толщина льда не меньше 6 сантиметров. Обыкновенно, что лекции открыли, вынижаем. И шуруповер, сверлом просвернил, смотришь, таши льда. А качество? Качество идеально смотришь сам. При помощи этой машины. На открытом катке работает отечественная Умка. Это специальный УАЗик для заливки льда. Он убирает снег и выравнивает лед. Это у нас каретка. Каретка? Ой, а зачем на этой каретке ковер? Это, чтобы заливался лед чище. Это как полотенце. Разравнивает воду. Когда вода поступает отсюда, вода поступает, расчищает ее. Движется ровненько водичкой. Качество льда на открытом катке несколько хуже, чем на Апатит-арене. Да и работа его напрямую зависит от метеоусловий. Но в хорошую погоду здесь всегда есть любители коньков. Ну, в открытом, конечно, лучше. Качество льда, подготовки. Но здесь нам нравится больше свежий воздух все-таки. И здесь хаотичное движение. Не то, что как бы в закрытом. Там своеобразная манера. Основное место работы специалистов по подготовке льда в Кировске – Апатит-арена. Каждое утро они подрезают лед и 4-5 раз в течение дня производят его заливку. Когда мы следим за выступлениями фигуристов и игрой хоккеистов, то все внимание приковано к происходящему на ледовой арене. И мало кто в этот момент задумывается о том, насколько результат ледовых баталий зависит от работы ледоваров.